Глава третья. События при внуках Ярослава. 1093-1125 года. Не прошло полувека по смерти Ярослава Старого, как уже первое поколение в потомстве его сменилось вторым. Сыновья внуками. Мы видели начало усобиц при первом поколении. Видели их причины в стремлении осиротелых князей добыть себе часть в русской земле, которой не давали им дядья. Усобицы усилились. Когда Ярослав был изгнан братьями, когда, возвратившись по смерти Святослава, он отнял прежние волости у сыновей последнего, которые должны были искать убежище в отдаленной Тмутаракане. И, если верить некоторым известиям, в Муроме. С выступлением на поприще внуков Ярославовых причины усобиц оставались прежними. И потому должно было ожидать тех же самых явлений, какими ознаменовано и правление сыновей Ярославовых. Владимир Мономах с братом Ростиславом были в Киеве во время смерти и погребения отца своего. Летописец говорит, что Мономах начал размышлять. «Если сяду на столе отца своего, то будет у меня война со Святополком, потому что этот стол был прежде отца его». И, размыслив, послал за Святополком в Туров. Сам пошел в Чернигов, а брат его Ростислав в Переславль. Если Мономах единственным препятствием к занятию киевского стола считал старшинство права Святополка из Иславича, то ясно, что он не видел никаких других препятствий. Именно не предполагал препятствия со стороны граждан киевских. Был уверен в их желании иметь его своим князем. Нет сомнения, что уже и тогда Мономах успел приобрести народную любовь, которой он так славен был в нашей древней истории. Мономах вовсе не принадлежит к тем историческим деятелям, которые смотрят вперед, разрушают старое, удовлетворяют новые потребности общества. Это было лицо с характером чисто охранительным. Мономах не возвышался над понятиями своего века, не шел наперекор им, не хотел изменить существующий порядок вещей, но личными доблестями, строгим исполнением обязанностей прикрывал недостатки порядка в того времени. Делал его не только сносным для народа, но даже способным удовлетворять его общественным потребностям. Общество, взволнованное княжескими особицами, столько потерявшее от них, требовало прежде всего от князя, чтобы он свято исполнял свои родственные обязанности, не спорил с братьями, мирил враждующих родищей, вносил умные советы наряду непосредственно в семью. И вот Мономах во время злой вражды между братьями умел заслужить название братолюбца. Для людей благочестивых Мономах был образцом благочестия. По свидетельству современников, все дивились, как он исполнял обязанности, требуемые церковью. Для сдерживания главного врага, зла, усобиц, нужно было, чтобы князья соблюдали клятву, данную друг другу. Мономах ни под каким предлогом не соглашался переступать крестного целования. Народ испытал уже при других князьях бедствие от того, что людям не доходила княжья правда. Киуны и отроки грабили без ведома князя. Мономах не давал сильным обижать ни худого смерда, ни убогой вдовицы. Сам оправливал, давал правду, суд, людей. При грубости тогдашних нравов люди сильные не любили сдерживать своего гнева, причем подвергшиеся ему платил жизнью. Мономах наказывал детям своим, чтобы они не убивали ни правого, ни виновного, не губили душ христианских. Другие князья позволяли себе невоздерживание в этом отношении. Мономах отличался целомудрием. Общество сильно не нравилось в князе крестолюбия. С неудовольствием видели, что внуки и правнуки святого Владимира отступают от правил этого князя. Копят богатство, сбирая его с тягостью для народа. Мономах и в этом отношении был образцом добрых князей. С ранней молодости рука его простиралась ко всем. По свидетельству современников, никогда не прятал он сокровищ, никогда не считал он денег, но раздавал их обеими руками. А между тем казна его была всегда полна, потому что при щедрости своей он был образцом доброго хозяина. Не смотрел на служителей, сам держал весь наряд в доме. Больше всех современных князей Мономах напоминал прадеда своего, ласкового князя Владимира. «Если поедете куда по своим землям, наказывает Мономах детям, не давайте отрокам обижать народ свой ни в селах, ни в поле, чтоб вас потом не кляли. Куда пойдете, где станете, напойте, накормите бедняка, любого пришедшего к вам. Больше всего чтите гостя, откуда бы он к вам не пришел и когда-либо бы не пришел, добрый или простой человек, или посол. Не можете одарить его? Угостите хорошенько, напоите, накормите. Гость по всем землям прославляет человека либо добрым, либо злым. Что детям наказывал, то и сам делал. Познавший гостей, сам служил им. И когда они ели и пили досыта, он только смотрел на них и радовался. Кроме усобиц княжеских, земля терпела от беспристрастных нападений, половцев еще ко всему прочему. Мономах с ранней молодости стоял на стороне русской земли. Бился за нее с погаными, приобрел имя доброго страдальца, труженика за русскую землю по преимуществу. В тот век народной юности богатырские подвиги Мономаха, его изумительная деятельность, не могли не возбудить сильного сочувствия, особенно, когда эти подвиги совершались на пользу земле. Большую часть жизни провел он вне дома, большую часть ночей проспал на сырой земле. Одних дальних путешествий совершил он в 83. Дома и в дороге, на войне и на охоте делал все сам. Не давал себе покою ни ночью, ни днем, ни в холод, ни в жар. До света поднимался, он с постели, ходил к обедни, потом думал с дружиною, оправливал людей, то есть судил, ездил на охоту или так куда-нибудь. В полдень ложился спать и потом снова начинал ту же деятельность заново. Дитя своего века, что скажешь? Мономах сколько любил пробовать свою богатырскую силу на полоцах, столько же любил пробовать ее и на диких зверях. Был страстным охотником. Диких коней в пущах вязал живым своими руками. Тур не раз метал его на ругам. Олень бодал. Лось топтала ногами. Вепрь на боку меч оторвал. Медведь кусал. Волк сваливал вместе с лошадью. Не бегал я для сохранения живота своего. Не щадил головы своей, говорил он сам. Дети, не бойтесь ни раки, ни зверя. Делайте мужеское дело. Ничто не может вам вредить. Если Бог не повелит, а от Бога будет смерть, так ни отец, ни мать, ни братья не отнимут. Божие блюдение лучше человечего. Вот так вот, говорил он. Но с этой отвагой, удалью, ненасытной жаждой деятельности в Мономахе соединялся здравый смысл. Сметливость, умение смотреть на следствие дела, извлекать пользу. Из всего можно было заметить, что он был сын доброго Всеволода и вместе сын царевны Греческой. Из родичей Мономаха были и другие не менее храбрые князья, не менее деятельные, как, например, чародей Всеслав Полоцкий, Роман и Олег Святославичи. Но храбрость, деятельность Мономаха всегда совпадала с пользой для русской земли. Народ привык к этому явлению, привык верить в доблесть и благоразумие, благонамеренность Мономаха, привык считать себя спокойным за его щитом и потому питал к нему сильную, великую привязанность, которую перенес и на все его потомство. Наконец, после личных доблестей, не без влияния на уважение к Мономаху, было и то, что он происходил по матери от царской крови. Особенно, как видно, это было важно для митрополитов-греков и вообще для духовенства. Киевляне должны были желать, чтобы Мономах занял отцовское место. Они могли желать этого тем более, что Мономах был им хорошо известен и известен с самой лучшей стороны. Тогда как Святополк Елизавич жил постоянно на отдаленном севере и только недавно по смерти брата своего, аэрополка перешел из Новгорода в Туров, без сомнения, для того, чтобы быть поближе к Киеву на случай скорой смерти Всеволода. Но мы видели причины, которые заставляли Мономаха отказаться от старшего стола. Он опасался, что Святополк не откажется от своих прав и будет доискиваться их оружием. Мономах должен был хорошо знать, к чему ведут подобные нарушения прав. Должен был также опасаться их, что если Святополк будет грозить ему с запада, то с востока Яросвятославич также не оставят его в покое. Киевляне не могли не уважать основания, на котором Владимир отрекся от их стола. Не могли не сочувствовать уважению к старшинству и при том не имели права отвергать Святополка. Потому что еще не знали его характера. И когда он явился из Турова в Киев по приглашению Мономаха, то граждане вышли к нему с поклоном и приняли его с великою радостью. Но радость их не могла быть продолжительна. Характер сына Изяславова представлял разительную противоположность с характером сына Всеволода. Святополк был жесток, корыстолюбив, властолюбив, без ума и твердости. Сыновья его были похожи на отца. Киевляне немедленно испытали неспособность своего нового князя. В это время пошли половцы на русскую землю. Услыхавши, что Всеволод умер, они отправили послов к Святополку с предложением мира, то есть с предложением купить у них мир. Мономах говорит детям, что он свою жизнь заключил с половцами девятнадцать миров, причем передавал им много своего скота и платья. Святополк, по словам летописца, посоветовался при этом случае не с большой дружиной отца своего и дяди своего, то есть не с боярами киевскими, но с теми, которые пришли с ним, то есть с дружиной своей. Святополку, которую он привел из Турова или, вероятнее всего, также, возможно, из Новгорода. Мы видим здесь, следовательно, опять ясную жалобу на заезд старых бояр. Пришелую дружиною нового князя явление, необходимое при отсутствии отчинности. На следственности властей по совету своей дружины Святополк велел посадить половецких послов в тюрьму. Или жалели скота и платья на покупку мира, или стыдились начать новое княжение этой покупкой. Половцы, услыхавшие о заключении послов своих, стали воевать, пришло их многое количество, и обступили торческий город, то есть город, заселенный торками. Святополк испугался, захотел мира, отпустил половецких послов. Но уже теперь сами половцы не хотели мира и продолжали воевать. Когда Святополк начал собирать войско, умные люди говорили ему, не выходи к ним, мало у тебя войска. Он отвечал, у меня восемьсот моих отроков против них стать, что они могут сделать? Несмысленные подстрекали его. Ступай, князь, ступай. А смышленные говорили, хотя бы ты пристроил и восемь тысяч, так и то было бы только в пору. Наша земля оскудела от рати и от продаж. Пошли-ка лучше к брату своему Владимиру, чтоб помог тебе. Святополк послушался и послал к Владимиру. Тот собрал войско свое, послал и к брату Ростиславу в Переславль, виля ему помогать Святополку, а сам пошел в Киев. Здесь, в Михайловском монастыре, свиделся он с Святополком и начался у них друг с другом распри, до которых смышленные мужи говорили им, что вы тут спорите, а поганые губят русскую землю. После уладитесь, а теперь ступайте против поганых, либо с миром, либо с войною. Владимир хотел мира, а Святополк хотел рати. Наконец уладились, поцеловали крест и пошли втроем. Святополк, Владимир и Ростислав. К Треполю. Когда они пришли к реке Стугне, то прежде чем переходить ее, созвали дружину на совет и начали думу думать. Владимир говорил, враг грозен, остановимся, братья, здесь и будем с ним мириться. К совету этому пристали смышленные мужи, Ян и другие. Но киевляне говорили, хотим биться, хотим биться, пойдем на ту сторону реки. Они осилили, и рать перешла реку, которая тогда сильно наводнилась. Святополк, Владимир и Ростислав, исполчивши дружину, пошли. На правой стороне шел Святополк, на левой Владимир, посередине Ростислав. Минули Треполь, прошли и вал, и вот показались половцы со стрельцами впереди. Наши стали между двумя валами, поставили стяги, знамена и пустили стрельцов своих вперед из валов. А половцы подошли к валу, поставили также стяги свои, налегли прежде всего на Святополка и сломили отряд его. Святополк стоял крепко, но когда побежали люди, то побежал и он. Потом половцы наступили на Владимира. Была у них брань лютая. Наконец побежал и Владимир с Ростиславом. Прибежав к реке Стугни, стали переправляться вброд. И при этой вот переправе Ростислав утонул перед глазами брата своего, который хотел было подхватить его, но едва сам не утонул, потерявший брата и почти всю дружину, печальный Владимир пришел в Чернигов. А Святополк сперва убежал в Треполь, затворился, пробыл тут до вечера и ночью пришел в Киев. Половцы, видя, что одолели, пустились воевать по всей земле, а другие возвратились к Торчинскому городу. Торки противились, боролись крепко из города, убили много половцев, но не перестали налегать, отнимать воду они, половцы, и начали изнемогать люди в городе от голода и жажды. Тогда Торки послали сказать Святополку, если не пришрешь хлеба, то сдадимся. Святополк послал, но обозу нельзя было прокраситься в город от половцев. Девять недель стояли они под Торчинском, наконец разделились одни, остались продолжать осаду, а другие пошли в Киеву. Святополк вышел против них на реку Желань. Полки сошлись и опять русские побежали. Здесь погибло их еще больше, чем у Треполя. Святополк пришел в Киев сам третей. Только Аполовцы возвратились к Торчинску. Лукавые сыны Измайловы, говорит летописец, жгли села и гумно, и много церквей запалили огнем. Жителей били, оставшихся в живых мучили, грабили, избивали, уводили в полом. Города и села опустили на полях, где прежде пасли стада коней, овец и волов. Теперь все стало пусто. Нивы поросли, на них живут звери. Когда половцы с победой возвратились к Торчинску, то жители, изнемогшие от голода, сдались им. Половцы, взявши город, запалили его, а жителей, разделивши, повели к веже, к сердобаолям и сродникам своим, по выражениям летописца, печальные, изнуренные голодом и жаждою, с осунувшимся глазами, лицами, почерневшим телом, ноги, босые и сколотые, терновникам шли русские пленники в степи, со слезами, рассказывая друг другу, откуда кто родом, из какого города или из какой веси. Святополк, видя, что нельзя ничего взять силою, помирился с половцами. Разумеется, заплативши им сколько хотели и женился на дочери хана их, Тугаркана. Но в том же 1094 году половцы явились опять. И на этот раз ими предводительствовал Олег Святославович из Тмутаркани. Жестокое поражение, потерпленное двоюродными братьями в прошлом году от половцев, дало Олегу надежду получить не только часть в русской земле, но и все отцовские волости, на которые он с братьями имел полное право. Внуки Ярослава находились теперь друг к другу, по роду и, следовательно, по властям точно в таком же отношении, в каком находились прежде сыновья. А считать себя изгоем Олег не хотел. Он пришел к Чернигову, где осадил Мономаха во строге. Окрестности города, монастыри были выжжены. Восемь дней билась с половцами дружина Мономахова и не пустила их во строг. Наконец, Мономах пожарел христианской крови, горящих сел, монастырей, сказал не хвалиться поганным и отдал Олегу Чернигов стол отца его, а сам пошел на стол своего отца в Переславль. Так описывает сам Мономах свои побуждения. Нам трудно решить, насколько присоединялся к ним еще расчет на невозможность долго сопротивляться с маленькой дружиной, в которой по выезде его из Чернигова не было и ста человек, считая вместе с женами и детьми. Мы видели, что большую часть дружины потерял он в битве при Стугне, где пали все его бояре. Попавшиеся в плен он после выкупил, но их было, как видно, очень и очень мало. С этой небольшой дружиной ехал Мономах из Чернигова в Переславль через полки половецкие. Варвары облизывались на них, как волки, говорит сам Мономах, но напасть не смели. Олег сел в Чернигове, а половцы пустошили окрестную страну. Князь не противился. Он сам велел им воевать, ибо другим нечем ему было заплатить союзником, доставшим ему отцовскую волость. Это уже в третий раз, говорит летописец, навел он поганных на русскую землю. Прости, Господи, ему этот грех, потому что много христиан было погублено, а другие взяты в плен и расточены по разным землям. Взяты в полон, то есть. На Руси Олегу этого не простили, и сколько любили Мономаха, как доброго страдальца за русскую землю, защищавшего ее от поганных, столько же не любили Олега, опустошавшего ее с половцами. Видели гибельные следствия войн Олеговых, забыли обиду ему нанесенную, забыли, что он принужден был сам добывать себе отцовское место, на которое не пускали его двоюродные братья.